Привет-привет-привет-привет! Снова с вами Эден, или с вами снова Эден. И мы находимся там, где я живу, на травке, настоящей травке, а не искусственной. И сегодня я буду делать видео, что в моей сумке школьной, учебной, потому что я в университете, а не в школе. Давайте начнём! Это моя сумочка, Реаль Мадрид. Эту сумочку я взяла у своего хорошего друга. И это тоже я взяла у своего хорошего друга. Я даже не подумала о том, что это вместе в этом видео будет. Правда, это случайно. Вы скажете, вы можете сказать, что у неё майка Манчестер Юнайтед, а сумка Реаль Мадрид. Я вам расскажу, что, в чём тут суть. И это я забрала у своего друга. И не только это, и про это тоже будет видео. Это видео будет называться «Как завоевать шкаф своего друга». В общем, так. Она очень длинная. Ну, не очень длинная, она длинная, очень удобная, просто обалденная. И в чём же суть? Рональдо. Рональдо, он суть. Рональдо был в Реаль Мадриде, а потом в Манчестер. Или наоборот, я не знаю. Я и футбол не дружим. Но мой друг всегда говорит мне, что я Рональдо. Я как Рональдо, потому что Рональдо, он делает всё, что хочет. Он, как называется, свободный игрок на поле. Он делает всё, что хочет. Никто ему не может сказать, что делать. Так же, как Рональдо, так и я. Так что я Рональдо, и я его очень люблю. Хотя я о нём ничего не знаю, кроме того, что он очень симпатичный. И вот я иду из Рональдо и Манчестера, и чтобы кто-то попробовал сказать мне что-то. Открываем мою сумку. Спойлер. Ничего интересного там нет. Начнём с мелочей. Мои очки. Футляр с моих очков. Вы их уже знаете. Омажаю их. Очень хорошо с ними вижу. Потому что без них я почти ничего не вижу. Ещё одни очки, конечно же. Потому что очки солнечные, это на круглый год, а не только на лето, как я думала. Когда мне был 5 лет. Мои очки от Miu Miu. До сих пор. Следующая вещь, это мой фуанаби кошелёк. Потому что вы знаете, что две недели назад я была в Киеве, и у меня украли там кошелёк. Мой любимый из топ-шоп синенький. И я ещё не пошла купить. Я даже не искала. Но просто суть в том, суть в том. Я думаю, что я выучила новые слова, и мне оно очень нравится. Суть в том, что мне очень трудно купить кошелёк. Потому что мне очень трудно, чтобы кошелёк мне понравился. Одновременно он должен быть кошелёк не для бабушек, а во-вторых, не для маленьких девочек. Так что я не знаю, что тут дать. Но пока что я тут ношу все мои карточки и всё такое. И деньги, конечно. Следующее, это мой как будто бы пенал. Окей, тут у меня есть конфетки. Он спросил, если у меня будет мешать, если он тут будет сидеть. Мне не мешает. Это зацеплеск Adior. Конечно, я скажу, не подписаться на мой канал, чтобы вы закономите. Есть такой лучший фильманки. Это мои снижки, потому что я не знаю, что на моих снижках я кидаются. Мои большие сумки. Кремль для русских. И какой-то есть текст. Потому что надо следить за губами. Потому что у нас зима. У нас зима. Смешно. Следующая вещь, как я вам сказала, надо читать книги. Вы знаете, у меня сумасшедшая жизнь. Или я сумасшедшая. Или мы вместе сумасшедшие. Но я учусь 36 часов в неделю. Вы знаете, что это значит? Я не знаю, сколько учится в вашей стране. Расскажите мне и напишите мне, сколько в вашей стране вы учитесь в университете. Потому что в нашей стране студент должен в неделю учиться 22 часа. Плюс-минус. 24. Ну, 22 часа, чтобы за 3 года закончить все эти 160 часов. Это называется 22 часа в семестер. В семестер. В семестер. Это называется только на русском? Не знаю. Но я учусь 36. Не спрашивайте меня, как это случилось. Но я просто хотела себя убить. Или сейчас хочу себя убить. Потому что у меня нет времени ничего. И я еще работаю. Так что иногда у меня... Я живу на 2 шага возле университета. Вот это вот весь комплекс. Но все равно я не всегда возвращаюсь домой после каждого урока. После каждого урока... Каждый урок у нас час с половиной. И после каждого урока полчаса есть ничего не делать. Чтобы перейти из класса в класса. И просто кушать все-нибудь или что-то. И я люблю валяться на вот этой тетрадке. Не этой, а другой. И прочитать книгу иногда. Расслабиться. Так что эта книга то, что я читаю. Она на иврите от Мэйр Шелев. Наверное, вы знаете ее писательного. Он из раобских. Но я его очень люблю. Следующая вещь. Это такая тетрадка. Видите или не видите? От чего эта тетрадка? Но это не важно. И тут у меня нету аджента такой. Или календарь. Или там, где я все такое пишу. Так что я пишу это, потому что мне это не надо. Я пишу это все в этой тетрадке. Вы на выручку ничего не видите. Но тут есть у меня квадратики такие. Допустим, суббота. Квадратики, квадратики, квадратики. Что мне надо сделать? Сегодня еще не суббота. Сегодня пятница. Тетрадь по креативному описанию. Тут я все это пишу. Еще один на сервис с всякими уроками. Но почти в этом я не пишу. Потому что на лекции я пишу в моем лептопе. Потому что нельзя писать быстро ручкой. Я думаю, не знаю. Я пишу только на лептопе все лекции. Кроме там, где мне надо всякие. Больше, чем лекции и все такое. Или английский. В английский. К сожалению, я делаю английский. Потому что вы любезти в Израиле, чтобы зайти в университет. Чтобы тебя принять в университет и тоже знать хорошо английский. Но вы делаете такое, как... Я думаю, это ЕГЭ называется тоже на русском. У нас называется психометрия. Вы делаете это перед университетом. Там сдаете математику, английский и логику. И все такое. Ненавижу эту контрольную. Я просто ненавижу. Вы готовитесь 3 месяца с половиной. И сдаете это 3 часа, 4 часа. Я уже не помню, я делала это 5 лет назад. Но это не говорит ничего о твоем знании и уму. Это говорит, сколько денег есть у твоих родителей. Потому что если у твоих родителей есть деньги, они тебе могут обеспечить этот курс. И чтобы ты учился и не работал. Я должна была работать всегда. Я не могла перестать работать. И не только маленько работать, а много работать. Так что я почти не училась на этом. Но это не важно, потому что... Ну, может быть, я не могла пойти на врача, но я могла пойти то, что я хотела учить. Потому что тогда не надо большую оценку на этом тупом тесте. Почему я вам это говорю? Потому что в этом тесте определяют, какой английский у тебя есть. Если он уже очень хороший, и тебе не надо английский учить в университете, или у тебя почти хороший, и тебе надо сделать курс или два. И два или один курс, ты можешь только поступить в университет. Более этого, если тебе надо больше, чем два или один курс, ты уже не можешь поступить в университет, и тебе надо перед университетом делать еще курсы. В общем, это было интересно, я думаю, что нет. Вот эта вот штучка, вы тоже ее знаете, она ослаждает ваше лицо. И еще один крем для рук, запахи Амбер и он от Лалин у меня. Лалин это такая драцкая фирма, я ее очень. Вот эта вот штучка для очков, чтобы мыть мои очки. Как это называется? Для лептопа моего. Питание, 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 мой лептоп, он тоже любит питаться, как и я. Я люблю питаться. Наушники, потому что я люблю слушать музыку. Очень люблю слушать музыку. Когда я читаю книгу на третли, всегда забываю, как говорят, я не слушаю музыку. И питание для моего айфона, потому что мой айфон тоже очень любит питаться. И вот и все, мы все это закончили, это все, что было. Я из сумки. Я надеюсь, что вам понравилось. Если это так, то ставьте мне палец вверх. Если это так, то ставьте мне палец вверх. Шучу. И подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны. Потому что я делаю видео на разные темы. Я готовлю и рассказываю про Израиль и про мою жизнь. И всякие советы душевные, косметические. И все, что угодно. И просто, потому что я люблю своих подписчиков. Думаю, что это достаточно, чтобы подписаться на мой канал. И желаю вам отличного уикенда. Потому что мы сейчас в пятнице. И целую вас. Спасибо за просмотр.